Я же это говорю, я же вам обыскаю, смотрите, вы даже слышите, что я скажу потом, мы это сделаем, проанализируем. Я работал в Махачкале, имамом работал. Туда ходил парнишка, кумык парень был, он туда ходил ко мне на уроки, он ходил и хулан изучал, и арабский язык, и грамматику изучал, такой настырный, маншаллах, хороший парень был. Ну, моего возраста где-то. Каждый день он приходил, и плюс в пятницу тоже мы с ним в Джуван Армаз виделись. В один день он приходит, говорит, имам, что-то говорит, проблема, говорит, у меня, я, говорит, поэтому пропал. Я говорю, а что случилось? Я, говорит, голова у меня болела, говорит. Я, говорит, пошел МРТ сделал, говорит. И мне сказали, что у меня, говорит, опухоль, говорит, в головном мозге, вот здесь, где этот ножичок, задняя часть. Сейчас, говорит, врачи, говорит, мне два варианта предлагают. Оставить, говорит, само по себе, как идет, идет. Или удалить, говорит, но при удалении я зрение могу потерять. Понимаете? Надо выбирать. Я говорю, я не специалист в этом плане, я как, я имаму работаю. Ты врачами, религиозным, благобоязненными посоветуешься? Три-четыре выбери хороших. Что они скажут, сделай. Короче, три-четыре месяца его не видел я. Пропал. Я понял, что он оперировался. А он заметил, почему я сказал, что он каждый день на уроки ходил, со мной был, у него возможности были. Он был богатым человеком. У него свой бизнес был, который позволял ему в мечети со мной на уроках сидеть по полдня. Дети, все, дома, все было у него. Теперь он операцию сделал через ровно через четыре месяца, где-то примерно. Я после джума намаз, руки здороваются, здороваются, в одно время смотрю, он идет. Но уже рядом с ним, вот так человек его держит за руку. И он не поверите, он вот так мою руку схватил, и он сказал, Резван, имам, как дела? И обнял меня. Он узнал меня. Ну, почувствовал. Футбол уже. Да, нет, я не разговаривал даже. Просто по саламу, как и салам там, он почувствовал. Он обнял меня. Все салам дали, ушли. После он говорит, тому своему другу сказал, Астар говорит, я с имамом хочу поговорить. Все ушли, он потом подошел, поздоровались, что, как дела. Он говорит мне. Резван говорит, я всю жизнь у тебя учился, говорит. Но сегодня, говорит, я тебе хочу урок преподать. Я говорю, маншаллах, он говорит, смотри. У меня, говорит, все, говорит, жизнь у меня была в Александре. И деньги были, и машины были. Все, что, говорит, мне нужно было, все, говорит, Аллах не дал, говорит. Сегодня, говорит, вот это, говорит, я зрение потерял, клянусь, Мгновение ока, все отдал, говорит, чтобы это зрение хотя бы на секунду вернуть, увидеть своих детей, своих родителей. И он мне говорит, цени все, что у тебя есть. Даже то, о чем ты не задумываешься, цени, говорит. Понимаете? А кто сегодня за зрение, Аллаха благодарит. Кто вообще думает, что это зрение, это не его собственность. Что каждый глаз, это Аллах дал, видит, дал. Что Аллах все в совершенном образе. Этот человек, который потерял, он это знает.